Перебрался из Северной Америки, потом уже утверждались все необходимые документы, но Абрайан дебютировал и сразу же отметился результативной передачей. Ну и вообще, время это будет потрачено в основном на то, чтобы доставить шайбу в зону соперника. Неплохая передача, Доус может бросить дальний угол, вытаскивает Сорокин, хороший сейв. Выручает свою команду Илья Сорокин, много слов о нем уже было сказано. После старта регулярного чемпионата он упер 36-й, Талгаджай Лаулов под восьмым номером и Константин Романов 85-й. Получает шайбу, передача под бросок, Старченко бросает, Сорокин не видит шайбу, но никто не добивает ее. И теперь уже во вводку пошел Михаил Плотников, опасный момент у ворот Яна Лацо на месте, словацкий галкипер. Стало известно о том, что Федор Полищук получил травму, нападающий Бориса пропустит несколько недель. Сорокин отбивает шайбу, Комарист ее подхватывает. Продолжается первый период матча Бориса и Новокузнецкого Металлурга. Хозяева площадки играют в большинстве, наносил бросок Роман Старченко. Для Ильи Сорокина и ни в одном из матчей регулярки у него по сути не было пропусков, хотя в игре против Бориса как раз Сорокин был заменен. Куклев избавляется от шайбы, Баченский тут как тут на подборе. Передача на Старченко, Старченко бросает, Доус пытается добить шайбу. Тут уже потолкались защитники Кузни и Сорокин. Накрывает шайбу своими щитками. Очередной момент у Найджела Доуса и снова какой-то акцентированности, да, финального штриха не хватает девятому номеру Бориса. И вроде бы находился в правильном месте и шайбы к Доусу пришла. Ну и Сорокин внимательно. Комаристый приехал на подмогу своим защитникам. Мы очень много пропускаем. Нам сказали поменьше шайбы в своей зоне играть. И больше бросать, как у них первое звено. Они со всех позиций бросают, лупят ее куда попало. Какая-нибудь шальная-то залетит. 25 секунд на большинство есть у Бориса. Доус подхватил шайбу и значит, что эти 25 секунд можно провести довольно продуктивно. Баченский замахнулся. Бросов отставлена клюшка и добивание. Но Сорокин перекрывает низ ворот. Включились в борьбу и защитники там. Будь Косауров чуть удачлив. На правом фланге Косауров. Не самую точную передачу получил, но в ситуации разобрался. Стол на пятачок Косаурову. И вот сейчас может добивание получиться уже у Кузни. Не прижата шайба и звучит свисток арбитра. Неплохая комбинация. Косауров в одно касание возвращает шайбу район 100. Тут выжидает момент для передачи. Передача обостряющая. И Косауров бросает без подготовки. Довольно свободно себя действует, себя чувствует. Игроки Металлурга вблизи у ворот Яна Лацо. Хотя первого звена. Ну, впрочем, как и в предыдущий год. Руденко можно бросить. Не так все просто было. Опять низ ворот Сорокин перекрывает. Игроки Металлург и сразу же отправляются вперед. Мальцев. Передача назад. Под бросок ведет борьбу на пятачке Синтюрин. А тут нарушение правил. Судя по всему. Лежит на льду Капотов. И катит на скамейку под аплодисмент. Может быть и не будет нарушения здесь. Да, силовой прием Пушкарева. Здесь, в принципе, все по правилам было. Поначалу показалось, что, может быть, попал там клюшкой Пушкарев. Но нет, все чисто, все в пределах правил. Хотя, четыре, вернее, ничейных результатов, прошу прощения, у Бориса. Одна победа у Кузни. Также два поражения и три ничьи. Неплохой момент возникает у Тома Шарахунека, который по-прежнему игроки, как Доус, бросают. Можно ждать всего чего угодно. Маченский, Антропов. И выход один на один у новокузнецкого Металлурга. У Брайан может решить судьбу этой встречи. И бросок не забивает О'Брайан. Вот это момент сейчас у 14-го номера Кузни. И отскок-то потом был, но уже проехал мимо О'Брайан. Кирилл Гавриловичев уже не первый раз мешает нападению Бориса в этой встрече. И вот момент. Шайба в воротах. Брэндон Баченский приносит победу Борису на предпоследней минуте овертайма. Дин. Отдает шайбу Блохину. Ну, тот бросает. Баченский не подправлял, кстати, эту шайбу. Он ее принимал и только потом наносил бросок. И Блохин тоже не бросал. Это была именно что осознанная передача. Это был не наброс, не бросок по воротам. А именно перевод шайбу на Брэндона Баченский. Ну, вот такая трезвость в принятии решений, да, спокойствие. Приносят Борису победу и приносят Борису два очка в этой встрече. Спасибо.